МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Курзымское телевидение. В эфире программа «Взгляд из Венсполса» события «Люди мнения» в студии Татьяна Саксаганская. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Северокурзымская региональная больница продолжает работу в направлении привлечения новых специалистов. За последние годы штат пополнился молодыми врачами, оказывающими медицинскую помощь клиентам больницы. Одним из последних работ в Венсполсе начал травматолог-ортопед Валцбагинскис. В Венсполской больнице свой трудовой стаж начал молодой врач-травматолог-ортопед Валцбагинскис. По окончании университета Страденя, поступив в резидентуру, Валцбагинскис заключил договор с Венсполской больницей, что позволило ему больше уделять внимание учёбе, а не тратить время на подработку с целью обеспечить себя необходимым для жизни. Окончив резидентуру, согласно договору, Валцбагинскис приехал работать в Венсполс. По его словам, в работе травматолога есть два самых активных сезона, когда люди чаще получают травмы. Это зимний период, когда только выпадает первый снег, наступают первые морозы, тогда больше травм. Также летом, когда в Венсполс приезжает много туристов, тогда в приёмном отделении Венсполской больницы очень много работы. Зимой чаще всего перелом нижней части руки. При падении люди инстинктивно выставляют руки. Ко всем сезонам относятся переломы, с которыми обращаются пожилые люди, так как с возрастом кость становится более хрупкой. Как же сохранить плотность кости? Надо поднимать тяжести. Костям необходима нагрузка. И чем больше будет нагрузки, тем они будут прочнее. Конечно, человеку нужна и кардиоваскулярная нагрузка. Надо много ходить. Но это только один аспект, который никак не будет способствовать здоровью костей. Пусть нуждается в нагрузке с тяжестями. И в 70 лет надо поднимать тяжести. Но это не означает, что надо на голове таскать 10-20 килограммов. Но нагрузка должна быть, причем не только в лежачем или сидячем положении, потому что при этом нагрузка на скелет недостаточна. Скелет должен ощущать необходимость поддерживать прочность костей. Когда нет нагрузки, скелет атрофируется. Мы это прекрасно видим при травмах. Мы иммобилизируем, например, ногу на 2-3 месяца, и затем мы видим на рентгене, что появляются остеопародические изменения костей. И все потому, что она не загружена. Отделение травматологии, стараясь сести в ногу со временем, совершенствует свою работу, расширяя спектр операционных манипуляций. Сейчас большой акцент ставится на эндопротезирование. Будет больше вариантов эндопротезов. И в ближайшее время увеличим объем. Сейчас мы постепенно над этим работаем. Мы планируем его увеличивать. Если речь идет о моей специализации, то я больше концентрируюсь на эндопротезировании крупных суставов – коленных и тазобедельных. Также на операциях по коррекции стоп, например, халукс-вальгус, халукс-ригидус, коррекция пальцев. ВАЛЦ высоко оценивает возможности после операционного восстановления, которые стали доступны с открытием реабилитационного центра. Врачи встречаются со специалистами центра и вместе рассматривают варианты более успешной реабилитации. Мы советуем вам заглянуть в библиотеку Венсполской высшей школы, даже если вы не являетесь ее клиентом и не нуждаетесь в ее услугах. В этом учреждении до 10 декабря представлена выставка начинающих местных художников. Она очень живописная, а некоторые работы заслуживают особого внимания. Стены библиотеки Венсполской высшей школы украшают картины, созданные участниками студии «Виндауарт», которая буквально несколько лет назад открыла свои двери для всех желающих обучаться живописи. Среди участников есть и педагоги Венсполского вуза, поэтому и выставка работ организована именно здесь. В Венсполсе нужно это. Нужна такая студия, где люди могут прийти, вечером отдохнуть, нарисовать свою картину репина. Свой отпечаток на работу студии наложила пандемия. Но сейчас любители этого вида искусства вновь собираются вместе и творят свои работы в различных техниках. Обучаются живописи карандашами, акварелью, маслом. Судя по представленным картинам, педагоги студии успешно справляются со своей задачей. Главное, чтобы у человека был интерес. Если есть талант, то это, конечно, очень хорошо. Но даже если таланта нет, все равно можно научить. Существует много разных способов выразить себя через, скажем так, краски или в других техниках. Поэтому, в принципе, к нам приходят люди, кто просто когда-то в школе, в детстве рисовал. И кто хочет занятия возобновить для, скажем так, собственного развития и собственного самовыражения. Или как арт-терапия, скажем, как отдых и релаксация после трудного рабочего дня или трудной рабочей недели. У меня ученицы очень талантливые. И в целом это собраны все материалы, которые были пройдены, нарисованы в процессе курса. И там безоговорочно даже просто вот все, 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 все. Для самих начинающих художников демонстрация работ доставила минуты волнения. Как примут другие, понравится ли, какие работы выставить. Эти вопросы терзали каждого. Это все учебные работы. Они не делались на заказ. Каждый раз задавалась какая-то тема. Один раз руки, в другой – глаза, в третий раз – волосы. Поэтому акцент ставился именно на то, чему учимся. Я отвела рисовать внуков, они бросили, а я до сих пор продолжаю. И я начала иначе смотреть на людей. Думаю, а почему у них такой интересный нос? Или, о, как интересные очки отбрасывают тень. Доцент Венсполской высшей школы Вита Балама представила четыре своей картины. И все они созданы за последние полтора года. Наше внимание привлекла эта работа – окно и вид из него. Это одна из самых сложных техник – акварель. Если, например, маслом, акрилом или мелками что-то неправильно нарисовал, то можно исправить. Можно убрать масло, акрил убрать и наложить заново. Также и с мелками можно исправить. А с акварелью не так, что получилось, то уже не исправишь. Надо все время думать, как перейти от светлого к темному. Если сделал слишком темно, то осветлить уже не получится. Да, это самое сложное. Это окно я рисовала для себя, я его никому не отдам. Если остальные я дарю, взяла вот только на выставку показать, то эта работа только для меня. И я ее называю «окно в Европу». Я теперь на мир нормально смотреть не могу. Я все вижу в красках и думаю, что мне надо смешать, чтобы это выглядело именно так. Увлечение живописью Гонтерса Дрейерса началось с посещения Кауновского университета, где на чердаке они увидели много мольбертов и гипсовых фигур. Мы спросили у ректора, а что происходит? Вы здесь искусство обучаете или бизнесу? Он ответил, а как вы себе представляете бизнес без творческого мышления и творческой деятельности? Мы серьезно задумались над этим. Что бы мы могли сделать в этом направлении? Мы думаем, что своим примером мы сможем увлечь и других венсполщан, которые задумываются о том, как выразить себя творчески, участвовать в культурной и творческой жизни венсполса. В студии Виндалар действует несколько направлений и несколько педагогов работают. Я сначала попал в группу, которая рисовала акварелью. Мне понравилось. Я при этом был абсолютный новичок. Я всегда удивлялся, как вообще можно что-то нарисовать. А теперь я понимаю, что рисование – это не только малевание, это и математика, дизайн колора. Там много аспектов. Выставку библиотеки Венсполской высшей школы можно посмотреть до 10 декабря. Сейчас мы хотим обратить особое внимание школьников венсполса. Венсполский комбинат благоустройства объявил очередной конкурс рисунков, приняв участие, в котором можно выиграть личные призы и даже приз для всего класса. Подробности в сюжете Гонде Порнице. Венсполский комбинат благоустройства приглашает всех учащихся общепрозавательных школ, а также воспитанников Венсполского техникума художественной школы, принять участие в конкурсе рисунков и выиграть приз для себя и своего класса. Мы шестой год организуем этот конкурс рисунков, и, конечно, результат которого не только экскурсии или какое-то другое хорошее мероприятие для школы, которое может выиграть ребенок, нарисовав самый оригинальный рисунок на заданную тему, но и календарь, в котором размещены конкурсные работы. Конечно, не все попадают в календарь, всего 50-60 рисунков в зависимости от формата. А где потом можно приобрести этот календарь? Для кого он предназначен? Он предназначен для всех, кто принял участие в его создании. Участники конкурса получают его на память. Также мы дарим всем школам, которые участвовали. И когда в конце года проходит акция «Среда без отходов», вручаем их тем, кто выиграл в ней. Также дарим календарь тем, кто приходит к нам первыми в начале года. Это бесплатно. Мы его не продаем. Не первый год комбинат благоустройства организует конкурс рисунков, которые потом используются для создания ежегодного календаря. В этом году тема «Природа – это наша ценность». И под знаком вопроса, вечно ли она. Мы надеемся, что да, но посмотрим, что думают дети. Мы ежедневно видим всю эту красоту – море, землю. Но важно не только отобразить в рисунках то, что мы видим, но и подумать о том, как сохранить то, что мы имеем. Организаторы стараются использовать для создания календаря как можно больше работ, поэтому календарь получается очень красочным. Рисунки можно подать по адресу PILS12. При подаче необходимо указать имя, фамилию автора, школу и класс. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! СИАКУРЗЕМС ТЕЛВИЗИЕ МЕКЛЕЯ ЖУРНАЛИСТУ ПРОГРАММС ВЕИДОШАНАЙ ЛАТВЕСЬ ВЕЛОДА ГАИДАМС СИВИ НО АКТЪВЕМ У КОМУНА КАБЛЕЕМ ЦИЛВЕКЕМ А ЛАБАМ ЛАТВЕЕШУ КРИЕВ ВЕЛОДА ЗИНАЩАНАМ СПЕЙ ОРИЕНТЕТЕСС ПОЛИТИСКОС ЭКОНОМИСКОС У КУЛТУРС НОТИКУМОС СИВИ У МОТИВАЦИЯ СВЕСТУ ЛОГУМС СОТИТ УЗ ЕПСТУ КТВЕ А КУРЗЕМС ТЕВЕ ПУКТС ЛВЕ